Перед нами единственные, наверное, в Красноярском крае, мангалицы. Да, вот они. У нас в таком непотребном виде, хотя мы им сюда льем, им постоянно жарко стало, и мы им льем сюда постоянно воду. И они по этому поводу тут все время лежат в этой луже, а то там, где сухо, они только ночуют. Это все родившие мамаши, поэтому разглядеть на них цвет очень сложно, но они слишком очень любят купаться. Слушай, ну это же какое-то шумовое количество шерсти на ней. Да, ну вот как его, нам надо кабанаризовать сейчас, я даже не понимаю, его надо обдирать этим. Опаливать? Да, опаливать. Этим нет, я думаю, что скурить. Ну как это скурить? Просто как-то скурить, снимать, наверное, как. Да, это самое. Вот здесь у нас, так сказать, свинар. Пойдем посмотрим их детей. Да, ну там-то у них ведь все хорошо. Ну там у них сухо, но просто... Там под навесом-то, да. Да, ну здесь вот мы, ну здесь мы кидаем вот шланг, прямо для того, чтобы они вот лежали в ветеринах. Вот она, видишь, что творит? И им все равно жарко. Ну да, они тем более в таких шубах. И это самое, непонятно, дальше под крышей им жарко, здесь им жарко. Теперь я уже не знаю, где хорошо. Ну хотя, в принципе, я не думаю, что им очень некомфортно. Не, мне кажется, она прется. Да, у ветеринаров нет к ним тетенции, к состоянию здоровья. Так, мы пошли смотреть мангалицовские детей. Вот здесь у нас мангалицовские дети. Они очень прикольные. Поедут на выставку. Слушай, ну они видно, чтобы они были мохнатые. Ну они, видимо, еще маленькие. У них папа классический мангал. Мама классический мангал. Всю вот эту песню про то, что мангалицы и вьетнамские веслабрюхи, у них все те и другие, это животные, которые живут на травочке практически, в это веет можно вообще разделить на 200. Вот, пожалуйста, травочка лежала, так и лежит. Значит, нам подайте, пожалуйста, комбикорм, причем еще желательно, чтобы он был здесь замучен. Вот, поэтому у них это самое. Слушай, а почему они разного цвета? Потому что они отлично, они только тримоматши, дети. А они у меня все тримоматши разного цвета. Ясно.